Да, ему еще надо 5, чтоб Коленька поднялся. Ему по возрасту еще рано. Он пока посидит. Видите, как опыт Северной Кореи показывает, дети диктаторов не всегда. Ага, да-да-да. Не, ну там... Там просто снять железные занавесы одной рукой не получится точно. Он же очень за свой имидж борется. И он его там... Брата своего рода? Ну да, это я тоже читал. Шесть языков Коленька уже знает. А, вы про этого? Да. Я за белорусица. А, я за Северной Кореи. Да, я помню, я читал тоже, да. И он же потихоньку вводит элементы рыночной экономики в Корею. Что это, кстати, зацепили? Ты ж помнишь, когда угрожали? Они, да. Они угрожали, видимо, пока деньги были, а потом начался кризис. Ай-яй-яй. Видимо, Китай или Россия деньги пристали выдавать. И все. Надо мириться теперь со своими. Давай, давай. Ну, к тому и идет, что в итоге... В итоге Северная Корея перестанет быть авториком. Это же Ким Чен Ын, который учился в Швейцарии. Вряд ли он, увидев Швейцарию, заходит и... Он и так долго продержался после обучения. Да. А сейчас Витя потихоньку ослабляет хватку. Что-то давно они не угрожали, и ракет давно не выпускали. В прошлый год, помните все эти терминалы, компьютеры были взломаны этим вирусом? Ну да. Это же северокорейский. Это ж Петя был. Петя вирус Петя. А он прототип только северокорейского вируса. Я думал, раз Петя, то я думал, что это Россия. Вирус никто ж не заключал, он тоже использует. Но это вирусы корейские. И они взорвали в прошлом году этот... В Саудовской... Нет, не в Саудовской, а в Ираке. Они взорвали атомную электростанцию. Там эти были... Он накрутил бутилки, которые охлаждают реактор. Вирус пролит. И именно среагировал на эти бутилки. И их остановил. И, короче говоря, там все было. Хорошо было. Сын Боже, это уже и туда добрались? Да, да. Везде добрались. А я думал, там... Нет, это невозможно. Внутренняя должна быть система. А вот оно, видите... Полгода он ходил по устройствам всех людей в спящем состоянии. Выполнал алгоритмы тех бутилок. И видел, что это тот код, который... И сработал. Круто, очень круто. Страшно. Страшно, потому что... Что-то я не понял. Они какую-то... Там деятельность свою ведут. Причем северокорейских же хакеров не... не заберешь. Они там сидят. Закрытая страна. Ну, может быть... Ну, может быть... Полинг придет. Так не будет так идти речь о... Воссоединении с Российской Федерацией. Да ну не, ну никак. Я мне все только ебал. Лукашенко вроде как кричит о том, что никакого воссоединения не будет. Да. Вот я это читал, что он, так сказать, авторитетно заявил, что не будет воссоединения. Но валюту уже не хотят все. А это уже шаг, правильно? И общую торговую зону, и общее все. И общая... А чтобы валюта была одна, это нужны стандарты одни и те же. То есть все вот эти министры... Оно постепенно, постепенно. Это просто дипломатическое присоединение. Чтобы не баламутились люди. Да, да. Очень грамотные. Благо, хотя бы не так, как с нами пытаются. Просто им не смысла особо присоединить Белоруссию. У них же, по-моему, больше, чем у нас население. Ну, не знаю. Территория... Меньше, конечно, но... Ненамного. У нас не себя не соответствует территории. Ты слышал, что перепись хотят сделать? Электронную, да. Да. Так правильно, надо пояснить. Да давно надо было? Не знаю. Просто то, что мы увидим там, будет не очень рад. Я догадываюсь, что, наверное, сорока может. Может и не быть. Ну, отсоединили ж, отсоединили. Говорят, что 33-36. Да ты шо так... Да ну! Сколько выехало людей, сколько погибло людей. Плюс ко всему уровень жизни. Айяяяя! Что ж ты? Я вчера с товарищем шел по берегу Непра. Сидят... За 4 метра я уже слышал такой спирт хороший. Может, я всего того, что перестал уже давно пить. Дедули уже какие-то? Не-не. Какие мужики? Ну, не знаю. Лет по 40. С виду, конечно, им уже 60. Но я понимаю, что... Так, народ кинестаж алкогольный. И 20 лет... То есть вернуть где-то. Может и 30. То есть... По-разному складывается. На кого как... Летиловое. Зараза влияет. И сидят, пьют эти... Боярышки. Возле актеики прямо. И я иду и думаю, ну, конечно, откуда у вас возьмется 40 миллионов человек? А, это в России его запретили, ты знаешь? Там... Обращение к Путину записывали... Да, 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 да. Я кирпич из Волонского образа. Жена моя, Алена. Ланюр Владимирович, пожалуйста. Да, видеообращение это легендарное станет. У Кирикита верните. У него же еще такое погоняло смешно было. Причем он говорит, Вова, привет! Это Лена. За руку поздоровается. Вова, где ты? Вова, где ты? Вовсий Кирикитр. Вовсий Кирикитр. Вовсий Кирикитр. Жек, пошел! Хорош, 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 хорош! Эй, ну, малец какой-то булик бывший. В заветской составе он так же не повышенным воскресавший. Политика простая. Сейчас влодка стоит дорого? Ну, ладно, кирикитр. Поётся. Логично, что они... За 7 гривен там, боярышки... Так поднять на него, как 7 гривен, это так мало? Пускай хотя бы было бы 15, 20. А я же думаю, стоят, сшибают под метро. Хотя бы гривну, хотя бы гривну. Это же там 100 грамм, наверное. Дай тебе гривну, не хватает на лекарства. Он говорит, на какое лекарство, на боярышных. Он говорит, на, держи 2 гривны, все, пей. А производители же знают, что в итоге боярышникам не лечатся. Это действительно лекарство или настойка, которая каплю выпила, в принципе, нормально. Да, это вредно в любом случае, потому что зависимость вызывает. Как и кровавол, как и все, что только можно. Да-да, это алкоголизм. Я не знаю, что они там им лечат, кто лечит. Барбитура. Ну так подняли бы цену. А что-то в прошлом году, что-то в этом, весной. Что-то такое, я помню, собирались. Так почему не подняли? У нас не помню. У нас, у нас, у нас. Что там? Не считал такого. Ну, должны поднять, в любом случае. Либо просто сделать объем соответствующий. То есть не 100 граммовые эти покончили, а сделать эти, они полуитровые. Здоровые. Что-то на троих уже. Ну да, на троих, и чтобы не патологи. Да нет, ты понимаешь, и тогда будут против эти производители все. Производитель наваривается на этих алкоголиках. Он четко знает, что его продукт покупают. Витя. Ну там тяжело было. Вот, а я же сейчас отказаюсь, что они наживаются, ну, как на наркотиках. И никто ничего запрещать не хочет. Бизнес поясал. Прям этих фунфуриков выпивают. А там ассоциация производителей алкогольных, алкогольной продукции, что-то тоже и выступила. Они что-то даже в суд подали были. Но вот окончание я не слышал. На кого у меня образователи? На Боярышнице. На Боярышнице? На Боярышнице. Там называлось два завода каких-то. Всего-навсего. Ну просто он как бы, он не то чтобы не очень полезный в использовании. А Никита, ты так думаешь, что 7 гривен? Я знаю, я знаю. Так это вообще, как это? Это ж батя. Так а что же у них за заработок? 7 гривен? Ну, 100 грамм, литр. 70 гривен. Что-то вообще мало. Не может она меньше. Что-то такое? Да не, ну не знаю. Наверное. Давайте проверим. Так интересно. Ну вы как выступаете? Я ж не знаю, какой он объем там брался. Может он себе и 30. Но он очень дешевый. Он очень дешевый. Он очень дешевый. Потому что он очень дешевый. Обставляющий. Стоимость боярышника. Три. 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 Тринадцать гривен? Тринадцать гривен, я бы хочу Nabar. А тринадцать гривен несет. Это... А, ну, ну, ну... Это видимо аптека, которая народная... Я уверен, есть дешевый. Да конечно, по-разному. Еще и с под палы должны быть. Какая-то паль, в принципе, которая с подполы достается, и все. Ну, 13 гривен, нужно еще 2. Ну, до 10, в общем говоря. До 10 гривен за 100 миллилитров. Блин, я же замерзаю уже. 13 еще не его. 13, все равно 13, мало. Мало, конечно. 25. Хотя бы, чтобы мы так прикинули, что литр 250. Просто, если брать бутылку пива, стоимостью, там до 20 гривен стоит бутылку пива. И 4,5 градуса там. Ну, да. Я уже не очень, теперь специалист этих вопросов. Мне клиент принес бутылку пива сырьевого в благодарность. Так до сих пор лежит. Да ты как я. У меня водку там. Он приходит ко мне. Говорит, блин, замерз так, говорит. Давай, говорит, по 100 грамм. Говорит, то у меня вроде нету. Не, говорит. Я три месяца назад был, говорит. Она у тебя там стоит в бутылке. Пошли, посмотрим. Открываем, половинка точно стоит. Ну, вот у меня тут... Равнодушно как-то. Он Андрюха у меня вообще категорически и не пробовал. И это плюс. Однозначно. Ну, я вот... Мы с Виктором Александровичем... Александровичем... Допробовались... Нет, Александрович, по-моему, пива иногда пил раньше. Сейчас не знаю. Ну, вот мы с ним на столе были пили, сейчас не пил. Спокойно! Я всегда, в некотором году, в воле был равнодушен. С никотином у меня проблемы. С полгода, с полгода всегда. Никогда сам не пил. Ну, если вот пьем, там... Это какой-то однозначно праздник. Какое-то событие. И хороший напиток. Не пожалеть на него. Ну, ты получаешь свой запутник. Может быть, это виски-кола в любом случае. Хорошая пропорция. Это единственное, что я согласен сейчас. Это более того, что действительно... Взять себе стаканчик. Так, у Вики сейчас напряженная обстановка. Дай, 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 дай. Вот так. Вот, виски-кола это единственное что-то вкусное. И... Ну, относительно, в общем, я говорю. Я все равно тоже неплохо. Делай, делай, делай! Альтали! Ну, как... Альтернатива всем остальным. Так, коньяк предпочитаю. Ой, я как-то так... Виски неплохо. С коньяком я не боролись. Из наших такой ужгородский мне нравится. Вот, это с лошадкой такой. Три звезды. Этот грузинский. Я не знаю, это... Хорош. Был. Когда я был на курсе... Да, армянский. Да. Армянский. Хороший. Хороший. Витя! Молодец. Ни сколько и не специалистов. Он был неплохой. Мы с мужем сестрой вот так распивали в одно время. А потом мы как-то купили. Попробовали. И поняли, что... Ну, и все. Закончил с аминский камень? Давай! Вставай! Вставай! Верно, да. Ну, вот это можно. Просто... Как-то сейчас, когда работаю 24 на 7, включу алкогольку. Это понимать, вообще не пак, не вариант. Потихоньку клиенты сносят ко мне. Мы лично не пак. Папе отдавай. Папе тоже не пак. А, вообще, да? Не пак. Он же ж алкоголик должен проводить. Я когда слышу его симптомы, понимаешь, что с психиатр я уже более-менее лечируюсь. Я понимаю, что он стадия была не возвратная, но уже все уже. То, что мне психиатр говорил, это все оконченное дело. Рожь, Саша! Свою мать, Саша! Ну, тоже, наверное, влез. Он лечился или он сам? Он сам влез, выехал. На природе отсиделся? Да, да. Переборолся этот период? Ну, висник, грибник этот, рыбалка. Та-та шоу! Родная душа. Я тоже на рыбалке. Андрей показывал какие-то? А я же тебе сам показывал когда-то. Это я не фанат этого. Вот вчера были на рыбалке, щука тоже в голове. Ребать мне тоже запрещали на рыбалку ходить. Зимой понятно, провалиться можно. А че запрещают летом ходить? Что рыбалка, это если вот жить рыбалкой, то как бы в семье толком ничего. Да нет, жить это уже перебор. Как пить много. Да, да. Удовольствие, вот выезжаешь в выходной какой-то. На природу. Бурый у него все дела. Ну, он живый трудолковый. Он как раз таки и против. Наразуется еще и... Тем более, у нас такой район, где мы живем. С двух сторон вода. Красота. Ай-яй-яй, Витя. Молодец, Виктор. Ну, что сижу на водную гладь, смотри, поэтому... Заменим все это. Да, да, давай, давай, ешь, 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 ешь. Ну, на зимний уходит. На летний он не так, конечно. На зимний он прямо все. Я зимой к Вите звоню. Витя, говорю, выгляни из окна, посмотри, заливно толка. Есть рыбаки или нету? Если есть и куча сидят, значит, клевый идет. Они все сбились в стаю и ловятся. Тогда иду. А он же, ты знаешь, живет на повороте там. Не, батя куда-то туда, к Криппи, типа. Ну, вот, конечно, там рыбы. Тут она очень сильно разбавлена водой. А там у нее еще осталось. Там какие-то болота прям залазят. Там вот между этими все. На Тетеревом туда ездят. Да, 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 да. Там весной, говорят, со всего Киевского моря, Тетерево падает в Киевское море, там вверху. Слушайте, и весной все толстобобы, белые амуры, сазаны, эти карпы здоровые, дикие, сазан называется. Они все сходят в это горлышко бутылки в Тетерево и прут на нерест. Иногда браконьеры эти просто сетями. Сетями то сетями ты вытянул и все. А они крюками багрят их. Кого-то процарапал, кого-то не вытащил, подранил. Потом эти разлагаются по берегам, лежат. Но там весной туда, там узенькая, как горлышко бутылки, вход в Тетерево. Там по ночам. Ну там и сидят сейчас рыбоохоронный патруль. Так, напряженная патруль. Ну-ка. Чуть-то они втроем на воротах стояли прямо. Так что, можно? Рубоохоронного патруль. Мне кажется, тоже есть своя стоимость. Поэтому, я так понимаю, что там сомнительный. Потому что я сейчас вижу просто рам от знакомых, кто там судится и так далее. Недавно вынесли решение в автомобильном ДТП. Нет виноватого. Как нет виноватого? Дорожная, кто-то третий. Это дорожная служба. Два водителя. И без права на это. Это у нас? Да. В Киеве. Абаланский. Интересно. Без права на это. Обжал. Что-то вообще очень интересно. Как так может быть? Это мой тоже. Святой дух. Со школы, ладно, сидел, рассказывал. Ну, там кофейню рядом со школы держит. Давай, 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 давай. Сижу, когда мы перегрём. Так, рассказываю, как-то сейчас в судах всё работает, как везде всё работает. И я понимаю, что, наверное, как-то... А там обжалование как не подлежит. Это уже последняя инстанция, что ли? Они как-то, я так понимаю, обжаловались. Как он его спил. Это было третье... Третий суд. Так, что там? Он не пробросил. Я пробросил. Я пробросил. Я пробросил. Дениса опять ломается. Понятно. Денис. То, что сегодня падает. Перед ночём. Он травматолог, поэтому он может помочь. Сам себя вылечит. Ой, что ж такое. Что ж они непридеванные такие. В этих воротах живы. Уже не тянут. Дев, дев, дев. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Что? Иди. Просто. Ром. По тобой, по оттопой. Братан, мне всё, что надо? Зай, дай, дай. Всё, прихожу домой, нахожу шапку. Открываю сезон. Что я уже... У меня только уже три недели стоит. Так, я бы не пожалел, если бы я тоже взял шапку. У меня сейчас холодно. Я думал сегодня взять кофту. Понятно. Тепло выглядишь. Да, тепло. Нет, это очень тёпло. Тёплое, тяжёлое. Весит килограмма три ковища. Под невешалочка ломается иногда. Ты специально себе брал сюда. В прошлом году было что-то много входит. А в Ангаре тоже ж не жарко. Ну, в Ангаре, видите. Там просто ветра имеет. Не вот тебе. На зимний месяч не об этом работают. Ну, не, я вообще говорю. А Витя там подогреться. Во-первых, там он стоял в прошлом году прямо под трубой. Чтобы подогревал. И плюс он постоянно чай там пьёт. В прошлом году Андрей уже чай перестал в большой термос, бурак. Витя свет. Бадает, бадает. Да, ну, он любишь эфир делает. Сахара, что-то. Да. Он как-то один раз даже послушал и сделал без сахара. И было такие крайне приятные. Ты без сахара вообще пьёшь что-то, да? Соль сахар. Я у товарища попробовал чай без сахара. Эта травка такая полезная, астрогал. Никогда не слышал. Мне так понравилось. Она сама там... У неё натуральный сахар есть какой-то там. Сахар? Ну, я не знаю, как она там правильно. Не хочу. Ну, мне так понравилось и аромат, и вот именно сладость. Астрогал называется. Заказал ему, чтобы меня тоже взял. По интернету где-то он, по-моему. У меня знакомый гипотерапевт какие-то индийские чай пьёт. Ого, там, наверное, и перец есть. Чай такой острый, жгучий есть. Я не знаю, очень, чересчур уже сладал, я даже сказал. Вот такое пение щит и чай. Нелегальное вроде как. Правда, нет? Ну, я не пробую. По интернету тоже захватываю. Да, да, да. Я не пробую, конечно. Я не люблю такое. Состояние из моего сознания. Вот. Он говорит, что похоже на алкоголь. А вот это алкоголь, но... Но при этом нету... Нет алкоголя таковой. А это просто чай. Не знаю, с сахаром он пьет или нету. Ого. Мы сейчас гипноз сидим, дальше учим. Было бы полезно в вашей профессии знать такие штуки. Внушения. Ты тут уже сколько с людьми работаешь. Уже когда встречаешься на просмотр или на оформление, уже понятно. Иногда. Какое нет отношения. Да, да, да. Ну, будешь просто уже инкультивно, наверное, понимаете. Да, иногда на первом просмотре делаю это и последний. Когда человек приходит и диктует, что ты ему должен. У меня бывают такие родители, ты иногда, которые... А, да, у тебя же вообще там... Мы один раз общаемся, и сегодня больше с нами будет. Очень много. Потому что иногда бывают совсем обсудные ситуации. Я там в врачу перенаправляю, или в другом. Я вижу, что взаимодействия никакого не будет. Если они должен зато время родить... Ну, детьми... Ну, да. Ты же пытаешься помочь, не никакой же сделать, а они не понимают и свое. Так смысл тогда портить свою нервную систему. Ну, и время занимает тоже. У меня же оно там относительно ограниченное. Я-то возьму поверх типа рабочего времени. Мне не жалко, но... Но сам факт. Потому что дитё до пяти у меня сидело, ждало меня. Либо в три пришло по своему вопросу. А, честно сказать, я не могу. Поэтому, да, иногда я интуитивно понимаю, что... У меня самая главная проверка, это я всегда зову к себе в кабинет, приглашаю. Ну, очень навстречусь. Ты до трёх работаешь? Не, я думаю, по-разному. Ну, минимум до четырёх. Минимум. А так в пятницу я в пол-седьмого ушел, в пол-шестого ухожу. Угу. Ну, я вот на 8.30 назначаю себе родителей и проверяю, придут они или нет. А тебя тоже на совещания учительские вызывают? Ну, да, конечно. Давай, давай, десень, десень, десень. Если не касается вопроса обучения, да, а там организатор... Вызывают, потому что теперь я глава совета школы. О, теперь ты будешь за всё виноват. Да. 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 Не, ещё не зашли виноват. Ещё. Ещё не виноват. Сейчас. Всех адекватных родителей я отфильтрую, которые... ну... Которые не просто критикуют, а ещё предлагают. Лучше критиковать я тоже могу. Лучше критиковать я тоже могу. Так. Пора забивать. Пошли, пошли, пошли. Сейчас всё отфильтруется, только с личными амбициями. Ай, че, как... Ай, че, как... Ай, че, как... Что ж так? Сыграет. Сыграет. Молодец, Виктор Александрович. Отбил. Я-то, кстати, потерял счёт. Сири, сири, сири. Интересно. Я всё-таки понимаю, что они второго волн не забили и 2-1. Вот я сейчас, у меня в голове всё время прокручивается, что Артур не записывал. Ну... Они что-то... Они что-то поспоричалось между собой и быстренько дальше пошло. Сейчас, если бы они забили, они поразводили месяц. Да-да-да, я это тоже сфану. Значит, тут у нас... 2-1. И Витя проехал. Обычная радость. Победа у них. Вот. То есть, все, кто... С адекватными предложениями и плюс ко всему готовы играть на себя ответственность за их реализацию. Надо же костяк сформировать, на который можно нормально, адекватно опереться. И не надо. Лево-лево-лево-лево! Поэтому сейчас я буду виноват в том, что... ...продажи, наверное... Не знаю, вы же там не состоите в своем детском... Не-не. Ну, поэтому, слава богу, всегда... А с Андреем, когда туда ходили... ...туда такого, наверное, еще не было. Сейчас с ним обсуждали. Тогда не было вайберов, которые они пишут все, что ему было где. Да. Андрюха у нас лидером был. Было легко общаться и с учителями, и с директором, и с заочем. У нас все было хорошо. А Лера, она спокойная, как угол дома. Вообще спокойная. Я до сих пор не понимаю, как она выглядит. Я до сих пор не могу понять, где слепуха, которая... ...сестра Андрея. С одной стороны, это и хорошо. Правда, что ты ее не знаешь. Значит, не было никаких залетов, ни адеквата. Это всегда, когда у меня родители говорят, что моего ребенка не знаю. Я говорю, да, слава богу, не знаю. Да. Все хорошо, значит. Я просто у них за меня иногда. И все равно. Андрей говорит, что они не похожи вообще. На Андрея, в принципе, много детей. Особенно в детстве. Давай, 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 Толя, хорош! Есть, да? Да, Толя, правильно. Ну, все такой класс, конечно, что... Девятый. Пару личностей, которые сильно так... У меня в прошлом году пять человек были, которые отчислить хотели. Давай, давай, давай! Три, по-моему, отчислили, а два успокоились. Ну, я сейчас нашел. Они и сейчас там доклады получат. Я еще прихожу, спрашиваю, что вы сидите какие-то. Говорит, нам у нас такую одну написали. На весь класс. Поэтому... Ты ее класс знаешь, но не знаешь Валерию? Да, да, да. А, сейчас покажу. У них там много девочек. Но у них, как она говорит, у них группировки. Да. Они по четыре, по пять человек. Так это хорошо. Как это без коллективов? В любом случае. Я понимаю, что хотелось бы, чтобы все 30 дружили между собой. Но вы попробуйте просто взрослых людей. Я не знаю, как объединять надо. Ну, раньше вот мы, допустим, мы ездили по Украине. Я объездил со школой. Начиналось с Канева, Тараса Шевченко. Ну да. И Карпаты были. И Запорожье. Поздравляю. Не знаю, что мы там еще не все восклицали. А, сейчас вот так все. Вот, видите, кровь не в плана. Я самый лучший человек мира! Оооо! Это все желтые!